Итак, привет со всех рабочих интернационала, с вами Дабгай, а перед началом видео я порекомендую вам подписаться, если вы еще вдруг не подписаны. Поехали! Продолжаем играть за Францию, коммуну Франции. Мы идем как раз к коммунизму, да, коммунизм не мертв, мы его точно достигнем, и наши добровольцы в этом очень нам активно помогают. В Южной Америке мы побеждаем, в Северной побеждаем, в Китае тоже едем побеждать. Поехали! Получили мы 4 военных завода, ну я думаю ладно, теперь уже пора, так начинается революция. Делаем из синдикалистского государства настоящее коммунистическое государство. И вот в Майами добиваем мы конфедератов, отлично. Остается совсем чуть-чуть до их капитуляции, по моим ощущениям, давайте проверим эти ощущения. Синдикатская американская война. Да, это они, да, почти готовы. А тем временем Рогетина капитулировала, и все. Наши ребята тут победили. Отлично. Южная Америка в безопасности. Ну что же, тут подходит время тузового маневра вот сюда, я думаю. Можем, конечно, пойти добивать. Так. Я подозреваю, что вот это, это принять. Давайте сохранимся и, наверное, нажмем. Ну-ка. Блядь, хуй знает, что произошло. Давайте сохранимся и проверим второй вариант, точнее загрузим сохранение. Вот, наверное, тоже ничего не произошло, поэтому давайте все-таки выбирать первые. Обычно там согласие, так как это наши друзья, то, наверное, там согласие на что-то полезное. Так что, да, наш выбор. ЧЛ.А.ЛИ.1.А. Прекрасное решение. Да. Еще я тут понял, что мы сюда не отправили добровольцев. Да. Давайте-ка это срочно исправим. Вот этого парня как раз-таки туда мы и отправим. Авиакрыло еще туда. Можно что-то туда заслать. Таксиклов, наверное. Будем им срочно сейчас помогать. А также нам нужно отправить Аташи в Америку. Почему мы еще этого не сделали? Хороший, черт возьми, вопрос. Кстати говоря... Да, в Испании не было гражданки. Я только сейчас это понял. Да. Черт, это очень неприятно. Испания в Антанте. Значит, нам нужно прикрывать еще и вот эти фронты. Нужно об этом не забывать однозначно. А еще... В Китае-то скоро Фонтянь начнут действовать, верно? Нападет на Цинк. Поэтому нам нужно будет, наверное, отправлять добровольцев в Цинк. Давайте посмотрим, можем ли мы вообще это сделать. Кстати говоря, еще есть не Цинк, а есть коммуна Пхаратов, которую надо отправить добровольцев. Можем туда отправить две дивизии. Давайте пехоту туда и отправим. Вот каким-нибудь генералом. Вот это, кстати говоря, отличный генерал, хоть и авантюрист. Давайте приспособлениц. Это нам надо. Пошлем его туда. Есть. И, как я и сказал, вот сюда надо будет, скорее всего, послать тоже добровольцев, в зависимости от того, кто будет проигрывать. Потому что Цинк победит в Антане. Цинк пойдет потом вот сюда. В Антане победит Цинк. В Антане пойдет вот сюда. Поэтому тому, кто здесь будет воевать и проигрывать, мы отправим добровольцев, я думаю. А вот наши войска в Америке достигают фронта. И сейчас здесь тоже будем потихоньку пушить. Нам не обязательно пытаться именно прям душить конфедератов, потому что их сейчас и так и задушат. Но можно сразу работать сюда. И я вижу, сколько здесь канадских войск. И я подозреваю, что Канада тоже скоро нападет. Итак. Так начинается наша революция. И мы идем в Нового Робеспьера. Пойдем сначала в ячейку исследования, потом вот эту промку все заберем. Тут вот эти прекрасные цель сопротивления минус 200, которые даст нам не держать гарнизоны. Подкачаем, наверное, потом еще вот это. Ну и это я, наверное, брать уже не буду, но вроде бафов не дает. После этого я, наверное, начну армию качать. Думаю, да. Наши войска достигают фронт. Сюда и сюда прибыли. Нужно подумать, куда мы хотим пушить. И я думаю, на севере мы хотим пушить, потому что именно здесь есть снабжение. А здесь же тоже снабжения хватает, в принципе, примерно везде. Поэтому пойдем вот сюда, попробуем в Райпур пробиться. На Ферикс, и говоря, у нас, наверное, его бы даже и не было снабжения. Ну, посмотрим. Сейчас что, как будет идти. Трансформур погружается в хаос. Давайте-ка. Ну, да. Трансформур тут немножко развалился. А в России все, как обычно, ничего не происходит. О, смотрите, какой у нас есть интересный дух. Интернациональная революция. Я никогда его не видел. Потери минус 15 опытных бойцов и координация плюс 5. Если что, это очень сильный дух. Прорыв, конечно, 5 тоже круто. Но это очень сильно. Потеря минус 15 процентов даст нам намного больше опыта. Возможно, даже есть смысл себе полевой госпиталь накачать. Потому что здесь еще будет минус 10, 20, 30, 45. Это уже очень много. Но, наверное, не буду. Лучше статы вместо этого взять. Координация 5 тоже нам добавит. Плюс урон. Таргет на О-дивизием. Будем побыстрее повыбивать все. Здесь мы достигли фронта. Здесь мы достигли фронта. Начинаем пушить. Здесь атакуют, но по факту это мы будем их атаковать сейчас. Здесь все работает. Здесь мы наконец-таки пробили речку. Будем сейчас потихоньку здесь что-то пушить. Вообще, я бы, наверное, попробовал их окружить и уничтожить. Там в Центральной Америке начинаются события какие-то. Но мне это не сильно интересно. Я все жду, когда Канада вступит в войну. И... Ну, она-то вступит. Точно вопрос лишь времени. И вот здесь вот наши дивизии. В принципе, сейчас могут окружить вражеские. Давайте только чуть-чуть. Да, господи. Вот так пройдем. Потому что здесь немецкая... А, ну все. Немецкая дивизия потеряла всю аргу. Можно сказать, немецкой дивизии здесь больше и нет. Что-то выбьем сейчас этих ребят. И вот это все окажется в окружении. Добьем. Здесь как бы солидных 6 дивизий. Это неплохо. И подходим здесь к Чанше. И давайте наблюдать. Заценим, не забываем. Хоть пока там ничего не происходит. Просто... Просто там может в один момент начаться жесткая война. И здесь нам не хватает снабжения. А если мы сделаем вот так, его все равно будет не хватать. Да, давайте тогда подумаем, куда бы нам переместиться сюда как будто. Но нет, надо в Райпур срочно. Я думаю, мы успеем до него. Все говоря, заметьте, в Остазе не восстанет. Не восстал никто. В Вьетнам начали на расслабоне. Ну, не повезло. В этом плане, что поделать. Здесь пойдут сразу в Чаншу. А здесь мы не успели до Райпура, к сожалению. Припасам тоже, к сожалению, все грустно. На севере есть припасы. Давайте попробуем на север перейти. Вот так, я думаю. Давайте туда. Здесь тоже успешно окружили эти дивизии. Добивать мы их уже сами не будем. Вроде как эти ребята тоже справятся. А мы пушим фронт дальше. Наши танки просто супер классные. На самом деле, я бы их еще немножко подкачал. Как минимум, знаете, что бы я добавил? Я ведь хочу делать, наверное, 42-шки. Поэтому можно чуть-чуть моторок добавить сразу. Чтобы здесь эти дивизии побольше фронта занимали. Их все-таки всего две. Почему нет? И ПВО тоже можно добавить им. Я думаю, тоже будет полезно. Итак, воспоминания о прошлых революциях. Французская коммуна. Это не будет называться пролетарская коммуна. Вот он. Коммунизм подходит. Пятая отшилифантянская война. Подождите-ка. Это... Да, да. Это пошла... Вот эта война начинается. Давайте сюда мы можем две дивизии отправить. Как раз таки, кстати говоря... Да, танки можем отправить сюда. Давайте их и отправим. Будем дефать как сможем. Здесь не очень много дивизий. Я думаю, мы может даже сможем помощью запушить. Но... Наша же задача именно сдержать французскую агрессию. Не помогать Циню. Надо это очень понимать. Здесь мы пушим тоже отлично. В Бинде, конечно, все помедленнее. Здесь все-таки горы сейчас. Но... Тоже полезно. Так, какой-то Хансов там капнуло. Ничего. Поэтому пойдут леса. Будет попроще. Опять-таки, мы идем там, где есть снабжение. Здесь снабжения нет. Мы здесь не можем пушить. Здесь попробуем подпушить туда-сюда. И выйти к Райпуру. Там будет снабжение. И наши дивизии прибыли. Как я и говорил. Держим линию. Я просто ожидаю, что Фонтянь на самом деле начнет побеждать. Обычно он побеждает. По промке они примерно равны. Тут дивизий, конечно, побольше. Но они сейчас в Монголии должны поумирать. А, еще они воюют с вот этими ребятами, да? Хм. 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 Давайте тогда поддержим вот здесь вот этот Цинь. Посмотрим, что как будет происходить. Здесь эти ребята реинфорсятся. Краски, видите, нам моторки здесь нужны. Танки даже нужны тоже. Зареинфорсятся, а потом будем нападать. Здесь они уже зареинфоршены. Можем спокойно дальше пушить. И проверяем Индию. Здесь дивизии немножко подзакончились. Надо им восполниться. И федеральное правительство объявляет уже Циню войну. Короче, коалиция против Циня, да, произошла. Да, вот эти ребята тоже объявили им войну. Ну, опять-таки, видите, я, значит, угадал. Вот, с тем, кто будет проигрывать. Можем даже, кстати говоря, вот так сделать. Занять фортификации. Защита очень, кстати говоря, позитивна для нас. И пушить здесь. Потом, скорее всего, вот эти ребята начнут с кем-то воевать снова. И снова будем им помогать. Промок у них все еще очень мало. Всего лишь два военных завода. Если они захватят, то хотя бы какую-то получат. Ну, надеемся. Надеемся, что что-то от них выйдет. Так, ну, надеюсь, вот это не будут они нажимать, пока они не победят. Вот. А так, очень я хотел бы, честно говоря, чтобы они все промку какую-то исследовали. Но что-то как-то нигде я у них даже и не вижу. Ну, надеюсь, надеюсь, когда-нибудь что-нибудь будет. Если говоря, в теории могли бы помочь им победить Шанси. Но я не очень хочу. Я буду скорее поддерживать баланс. Насколько это возможно. Так, ревашистская пропаганда пропустилась. Не знаю почему, допустим. И мы идем в слот исследований. Ой, мне открылась одна очень интересная вещь. Вот эти страны сейчас... Так, вы едите, пожалуйста, спасибо. Эти страны сейчас с собой не воюют, но у них есть общий враг. А это значит что? Что эти добровольцы могут атаковать вот эту страну прекрасную. Кайф. И здесь есть снабжение. Ой, двойной кайф. Это получается супер кайф. И мы делаем вот так. И сейчас... Цинские добровольцы пойдут помогать нашему национально-революционному правительству. Ура, товарищи! И здесь мы почти взяли эту чертову гору. Но скоро точно возьмем. А здесь мы входим в Чаншу и с севера тоже наступаем. В Синникатах просто потихоньку провинция за провинцией пушим их. И мы берем Чанши. Чаншу точнее. Чанша. Короче, вы поняли. И я думаю, надо параллельно вот так вот двигаться. И скоро мы копнем вот эту страну. И в Чанды тоже надо будет двигаться. Отлично. Это очень хорошие новости. Опять-таки освободим вот эти вот территории. Вот это... Вот это чел, я надеюсь, после этого не пойдет сразу в Цин. А немножко подкопит сил. Может и не подкопит. Посмотрим. И после этого будем помогать ему, смотря с кем он там будет воевать. Как сможем. А... Гачебучий в горах все еще продолжается. Германия подавляет свое французское население. Вот черт. Осуждаем, конечно, подавление населения. Да, Германия очень некрасива. А мы здесь выходим в столицу, в Новый Орлеан. Это столица Американского Союза. Внедрение в армию в Германии, кстати говоря, есть. Давайте-ка внедримся сразу уже в ВВС. Нам очень было бы полезно иметь здесь дополнительную разведку везде. И я думаю, надо поставить себе на опыт советника сразу вот сюда. А вертикальных вот нет. Нам нужно... Присутствие в воздухе. Да. А вот и оно. В день нового Орлеана. Рабочее ополчение смогло захватить временно столицы. Заладись. Отлично. Да, это точно рабочее ополчение, а не французские танки здесь. И кто считает иначе, это все инагенты, я считаю. И Клик Акуна не капитулирует. Падение Пекина. Черт. Ну ладно. Вроде все нормально, это просто они здесь не укрепили никак. Опять-таки, все эти войска надо использовать однозначно вот сюда. Так, а мы здесь... Мы здесь не можем так уже пройти, да? Это неудачно. Но можно хотя бы войска вот эти повайпать. Это было бы уже неплохо. Нужно блокировать эти войска по возможности. И тоже их повайпать. И уже идти на юг. В принципе, мы уже половину работы сделали здесь. Ой, сейчас они сделают нам проход вот сюда. Отлично. Это будет сейчас очень отлично. Добиваем здесь дивизию. Да, они сейчас немножко здесь захватят территорию. Я теперь сцентских рабочек все еще смогу на юг отправлять. И вкачаем потихоньку здесь тихий. Господи, 6 ящей кайфово. Слушайте, у нас уже синтетика подстраивается очень солидно. Мы уже... О! А вот я американский сцик капнул. Даже до конфедератов еще. Вау. Это неожиданно было. Но ничего. Мы сейчас все этих капнем. И эти ребята смогут поднимать все ополчения. Слушайте, Канада пока что не атаковала. И это хорошо. Только здесь проблемы со снабжением. Причем серьезные. Это, видимо, из-за того, что... А, нет. Слушайте, сейчас должно все стать нормально. Окей. Все должно стать нормально. Вопрос, куда нам идти? Наверное, вот сюда, я думаю. Пытаться в Гонжо пробивать. Сколько здесь дивизик? Дофига. Ну, слушайте, у нас... Вот эти ребята дивизии поднимают. А здесь держатся. Отлично. Все вроде пока что продвигается хорошо в Китае. А мы зашли туда, куда такое-то. Вот здесь вот ребята в Индии. И в защите, конечно, еще лучше воевать. Потому что, ну... Мы имеем защиту, а не прорыв. Мы можем нанести намного больше урона, при этом не получив. И побольше ресурсов здесь у них истощить. Потому что ресурсы у них должны заканчиваться рано или поздно, верно? В основном это как раз таки именно снаряжения. Потому что у них военных заводов вообще нету. Так что мы их выбьем в один момент. Нужно только еще больше их истощить. И после чего мы там победим. Здесь тоже вроде как дела идут у нас хорошо. И мы здесь даже начинаем горы отбирать. Мы подошли к Райпуру уже, кстати говоря. Я думаю, мы все-таки возьмем эту гору, а потом будем брать Райпуру. И вот черт, Рейхспакт обновляется новым членом. Это Королевство Италия. И да, мы прям вот таки окружены врагами. Это, конечно, неприятно. И знаете, что я сделаю? Я с горнострелков себе построю, но горнострелков необычных. Сделаем мы, я думаю, вот такую интересную дивизию шириной 15. Потому что для гор 15 в принципе хорошая ширина. Думаю, вот такое нам пойдет. И давайте это все деплойним сюда. Начнем уже тренить. Чтобы сразу вот это задеплойить. И сразу заготовить все новых ребят вот сюда. Здесь все топический социализм. Давайте-ка новый рабочий поехал. Мы очень хорошо сейчас все промпу еще подбустим этими бафами. Слушайте, конфедераты успели чуть-чуть укрепиться. Знаете, что я бы сделал? Я бы вот этих ребят сюда отправил. И сейчас подушил бы именно конфедераты вот сюда. Чтобы они быстрее капнули. И фронт уже стабилизировался. Как-то только на запад. Ну и какими-то резервами в идеале на севере. Но тут есть какие-то гарнизоны, по крайней мере. Думаю, если что, будет у наших друзей что туда отправить. Блин, а мы здесь вступили в горы. И черт, здесь сложно будет сейчас пробиться сквозь эти горы нашими танками. Вот здесь, на другой, так сказать, стороне есть место, где пробиться. И здесь есть снабжение. Слушайте, ну все, мы туда, значит, едем. Потому что в гору биться это себе дороже. Тем более на танках. Сикхим хочет от нас помощи. Сикхи что? Это хороший вопрос. Но давайте поможем, конечно, им. Почему нет? Ну и все. Конфедератов душат везде. Там атакуют, тут атакуют. Тут мы сейчас пробиваемся. Очень уверенно. Я думаю, сейчас здесь сделаем кармашек такой. И ликвидируем его. И сможем потом добить здесь все. И будем, наверное, на юге пушить на запад. Здесь, конечно, потом горы начнутся. Ну, посмотрим. Слушайте, и да, Фонтянь там прям душит. Поэтому давайте все-таки этих ребят отсюда выведем. Тем более, что здесь снабжения нет. Мы здесь очень страдаем. Их куда-нибудь вот сюда отправим. Слушайте, а я думаю, тут вот эти бафы мы уже сделали. Вот это не сильно-то и нужно, наверное, прямо сейчас. Да? Давайте, наверное, в авиацию выйдем. Я бы хотел здесь какие-то бафы взять. Скорее всего. Посмотрим, что у нас тут есть. Вот это я бы очень хотел, наверное. Модели истребителей плюс бафнуть. Сорковые эти вот самолеты исследовать побыстрее. А так здесь вроде бафов особо-то, честно говоря, и нет. Ну, вот это типа темп исследований. Асад вас, пять процентов это приятно. Но не смертельно сильно. Поэтому давайте выйдем в бафы на истребители. И потом будем качать армию. А потом там уже займемся вот этим вот шифрованием-дешифрованием там, шифрованием-дешифрованием здесь. Это уже ближе к войне. Ну и начинаем здесь сражаться. Дефаемся как можно. Но вот видите, вот был бы это игрок, а не тупой бот, он бы просто отступил вот сюда к речке. Даже более того, он бы просто сначала выпушил вот этого, потом как-то сформировал здесь фронт и задефался. В крайнем случае отступил бы на речку. Бот будет здесь держать, блядь, войска до последнего и умирать. Давайте посмотрим на вот эту войну Пехкинского завоевания в Монголии. И у меня есть ощущение, что если мы сдадим все вот эти территории, то вот этих может и не хватить. Хотя в теории может и хватить. Но будем держать здесь сколько сможем на самом деле. А они не могут пополняться. Да, я правильно подумал. Да, через эти территории не будут пополняться. Значит нам надо, знаете что сделать? Одновить добровольцев. Нам реально нужно их восполнить, чтобы они были цельными. Потому что без реинфорсов они там ничего отдельного не сделают. А здесь мы начинаем потяненьку уже фронты выстраивать. Нам нужно против Испании защищаться. Нам нужно будет защищать порты. Нам нужно будет защищать, конечно же, здесь границу очевидно. Бельгийскую. Скорее всего итальянскую еще. В общем-то очень много чего. Мы просто окружены противниками, но рабочие так просто не проиграют. Но здесь продолжаем гриннить эту гору. Господи, какой нереальный грин горы. Ну потихоньку, видите, мы урон-то им наносим, боеспособность кончается. Опять-таки самое главное. Здесь нету военных заводов, так что заряжение они, я думаю, ниоткуда не могут получить. Рано или поздно это закончится. А мы уже, наверное, можем прекратить покупать топливо. Ну да. Плюс и минус мы уже можем на самобеспечении. Это еще достроим. Тихие докачаем. Плюс и минус тоже будем жить кое-как. А с османами тоже там началась ебка. Что я могу сделать? Я, наверное, мог бы отправить МТАШЕ. Ради опыта нашего чисто. А, но они и отказываются. Окей. Тогда ладно. Вот сюда можно было бы тоже отправить МТАШЕ. В теории. Но ХЗ, тут слишком мало боев, мне кажется, чтобы драться на этого политку и командные очки, самое главное. Про японско-китайская война происходит. Японо-китайская. Это с кем они начинают воевать? С ЦИНем. Неудачно. Но хотя бы наши... О, можно еще одну дивизию сюда добавить. У нас еще одной танковой нету. Поэтому поедет и, я думаю, еще одна просто пехотная тогда. Я своим танком, кстати говоря, по максимуму моторизованных войск закинул. Теперь у меня дивизия танковой выглядит вот так. И остается лишь танками их заполнить. Но, опять-таки, в идеале средними. Но пока идеала у нас нету. И так, ЦИНские добровольцы к прибыли. Подкреплений им не будет. Следовательно, надо уже бежать и укреплять речку. Думаю, сразу же будем, да, на речку целиться. Здесь, так или иначе, я думаю, ЦИНские войска разобьют. Поэтому мы сразу по-умному становимся за речкой. И не забываем фельдмаршалов какие-то хотя бы ставить. Они дают небольшие бонусы. Ну и плюс тоже какие-то генералы параллельно качаются. Почему бы и нет? Слушайте. Они замирились? Здесь я предполагаю, что сейчас будет объединенный китайский фронт против ЦИНИ. Кстати, в точнее Фонтиане, что ли? Судя по всему. А в целом это даже неплохо в какой-то степени, наверное. Если я опять-таки правильно понял, почему они все замирились резко. Но ощущение, что да. Слушайте, на этом я думаю, можно было бы и подзакончить нашу серию. А тут кажется, что все не так хорошо. Но это фейк. Здесь заводов типа в принципе в два раза больше. И фабрик тоже. Так что СИДИКА-то много сильнее. Вся промышленность все равно на востоке. Здесь у нас все отлично вообще. Мы сейчас будем потихоньку пушить. Вот этих ребят, они капнут. После этого начнем пушить на запад. Опять-таки, это территории просто пустые. Так что ничего не значит. Значит, здесь остановилась война. Сейчас, наверное, Китай единым фронтом выступит против Японии. С одной стороны, это хорошо, потому что это даст время вот этой стране укрепиться. С другой стороны, СИДИКА станет еще сильнее за это время и укрепит свои позиции тоже. Что мне, несомненно, не нравится. Но я приучу бы, наверное, сценарий, в котором эта война затянулась так долго, чтобы я успел победить Германию. Что будет очень долго. Потому что мы пока что еще не готовы. Мы только достроили фабрики и синтетику. Здесь очень много промышленности, конечно же. Военных судов у нас тоже пока не хватает. Мы пока только заполним сейчас для пехоты всю промку. Примерно вот так вот это будет выглядеть. Я еще немножко подредактирую наш шаплон пехоты. Вот. Так что да. Так что да. Нам предстоит очень жесткая битва. Здесь прям будет нереальная гачи-мучи. Но мы к этому готовы. Мы опять-таки прикроем все порты. Прикроем все туда-сюда. А мы не тупая яишка. Мы не будем тратить наши ресурсы. Так что будет война на истощение. И будет она жесткой и долгой. Пока наверное синдикаты тоже не победят. Синдикаты нам я думаю в этой войне очень помогут в один момент. Кстати говоря как и возможно Мексика. Которая тоже здесь. Если что радикально социализм имеет. И наверное она должна вступать в какой-то момент в интернационал. Блин. Ну изучать наверное все эти фокусы я не буду. Чтобы искать. Если это. Это наверное было бы слишком. Вот. С вами Ред Булдап Гай. Скоро рабочие победят. Подписывайтесь на канал. Лайк и комментарий ребят. Твич Дискорд. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока.